Земля посыпалась, и он прям повис из-за вот этой куфты. И только это подарила Татьяне время для спасения сына. Мальчик ходил по берегу, когда грунт обвалился. С сих пор детям там играть запрещено, но разлом быстрыми темпами сам идет к ним. Сейчас вот рожу, как ходить-то за водой, сейчас не трактор, ничего не проедет. Семья с пятью детьми живет здесь с 2014-го и каждое лето наблюдает за обрушением берега. Он осыпается на протяжении этих ста с лишним метров. Соседи Татьяны к такой жизни уже даже немного приспособились. Где-то на метр, ну а там, сами видите, метров на четыре, на пять, это больше мы отнесли дальше забор. И кто-то еще с администрацией туда пошутил, что у вас еще, говорит, места там много до дома, можно дальше еще забор относить. Мужчина справедливости ради отмечает, спустя месяц-два после обращения к местным властям берег отсыпают песком, кирпичами, осколками бордюров. Но укрепления насыпи еще ни разу не было. По словам местных рыбаков, глубина этого берега когда-то достигала 11 метров, но после нескольких лет засыпки, утрамбовки и обрушений здесь осталось метра четыре. Предположительно, оползневые процессы происходят из-за резкого колебания уровня воды в реке в паводок и наличия линзы грунтов со слабыми прочностными характеристиками. Точно причину выявят инженерные изыскания. Для реализации мероприятия по недопущению обрушения необходимо знать причину обрушения, а она до настоящего времени неизвестна. Они там ждут, чего-то ждут непонятно. Кто-то им должен денег выделить с Минфина на постройку, ну вот на укрепление прям берега. Скоро зима и, видимо, уже ничего не сделают нынче. Инженерные изыскания, просчет работы, само устранение провала, по данным Минприроды, должны проводить местные власти. В администрации Заринска нам обещали подготовить на это свой ответ. А пока для нескольких семей риск затягивается. Дрожь земли, начавшаяся в мае, лишь усиливается. Анастасия Драган, Николай Шелко, День с толком.